И всем привет, ребят, с вами Старбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня четверг и сегодня у нас есть наконец-таки долгожданный анонс праздников и ивентов, которые у нас будут в ближайшее время в игре. Сегодня мы поговорим о всех нововведениях, а именно о списке обновлений, который сегодня у нас вышел. Также вышел анонс международного женского дня, а именно 8 марта. Пройдемся сначала, я думаю, что по женскому дню, здесь в принципе, ну наверное если вкратце, то это обычный дефолтный ивент, многие думали будет вообще что-либо у нас в игре или не будет. Я почему-то думал, ну как оно и оказалось, что все у нас появится и начинается международный женский день уже в нашей игре с завтрашнего рестарта. Скидки в гараже, как всегда у нас 10% на магазин, на гараж и на МПК 30 на установку и на запуске, я имею ввиду, и 50 на ускорение шагов. Также появляются два специальных режима, общий праздник продлится до 14 марта, до получается, ну грубо говоря, можно там сказать 2 недели, да, там чуть с небольшим будет, но 2 недели. Или же нет, нет, чуть меньше, почему 10? Не-не-не, 10 дней, 10 дней, да. 10 дней у нас продлится данный ивент. Ну и будет 2 спецрежима, один который стартует завтра по воскресенье и потом через неделю с 11 марта по 14 марта. Также будет у нас спецрежим. Два спецрежима ДМ-очки, одна ДМ-ка мосты, каждый сам за себя, без овердрайвов, повышенная частота выпадения золотых ящиков. Ну а вторая локация трек колхоз-осада, также ДМ-ка. Но здесь, в принципе, ничего такого не написано, да, то есть обычная ДМ-ка, даже без повышенных шансов выпадения золотых ящиков. То есть просто ДМ-ка на треке, колхозе и осаде. Также появляются у нас спецпредложения, а именно 4. Тоже здесь, в принципе, без никаких изменений. За 2000 танкоинов можно получить 15 дней прямо, 10 ультракантов, ядерную энергию, 5 недельных контейнеров. Спецпак за деньги дефолтный на 5000 танкоинов в сумме, ежедневные танкоины. Спецпак за 20 тысяч танкоинов, 300 ультракантов. И со скин-контейнером, надеюсь, что этот спецпак сделали у нас дешевле, потому что сейчас цена его, ну какая-то просто безумная. Понятное дело, что у нас появляются повышенные удвоенные фонды и опыт с пятницы по воскресенье, с 4 по 7 и с 11 по 14, да, то есть не включая 14 и 7, так как это у нас уже получается рестартовый понедельник. Появляется новое устройство на фриз с оглушением. Также добавляются коинбоксы, специальные миссии. Здесь, к слову, в этот раз миссии немножко другого характера, да. И это миссии, я бы сказал, приближенные к миссиям, которые появляются у нас в недельных контейнерах. Есть новые уже дефолтные миссии для обладателей премиума и для обладателей боевого пропуска. Также 7 миссий, которые нужно выполнить, да, то есть 3 раза войти в топ-3, 10 боев сыграть в любых матчмейкинговых катках, 12 тысяч кристаллов, 150 противников уничтожить, 3000 очков набить, 40 коверов прожать, 10 боев завершить в ДМке. В ДМке надо завершить. И за все это дело вы в сумме можете заработать 7 тут, 7 тут, это 14, да, 17, 18 и плюс еще один ультраконтейнер вы сможете заработать с 8 по 9 марта. Запускаем особую подарочную миссию на 24 часа, выиграть один бой в любой матчмейкинговой битве и приз 1 ультраконтейнер. Хотя, конечно, делать такую отдельную миссию с 8 по 9 марта в честь праздника и давать один ультраконтейнер, я считаю, что это мало. Могли бы здесь хотя бы дать, ну, пятерочку, я думаю, что это не жалко, при том, что с ультраконтейнером сейчас никакого хорошего дропа не падает. Я вчера 41 штуку открыл, у меня вообще ничего не упало, просто ничего. Поэтому один ультраконтейнер выглядит как-то, ну, грустновато, грустновато, грустновато. Ну и по списку обновлений, если вкратце, то у нас появляется холодный старт. Это тот самый момент, что в начале боя на короткий период времени у вас не доступны ни точки, ни флаги, ни мечи. И здесь написано время, сколько все это дело длится. В TDM даже есть холодный старт, хотя я, честно говоря, вот этого момента не сильно понимаю, да. То есть у вас на 30 секунд не будет идти как бы киллы в зачет. Но я так понимаю, что на протяжении этого времени вы, в принципе, можете уничтожать и за это получать и опыт, и очки. Да, то есть просто у вас, например, не будет доступной флаги, недоступной точки. В TDM, я так понимаю, что эти киллы просто не будет идти в зачет. А так вы, в принципе, можете работать, да. Появляется новое устройство в ультраконтейнерах на фриз с оглушением. Но я не думаю, что оно будет супер имбовое, но я думаю, что мы его протестируем в ближайшем будущем. Также у нас есть изменения в балансе молота. Если сказать вкратце, то его бустанули, увеличили число дробинок, но на цель, да, то есть без устройства все равно такое же количество дробинок осталось. Просто у вас есть теперь возможность со средней дистанции наносить большее количество урона по нескольким танкам сразу. То есть молот сделали примерно таким же, по моей теории, сделали таким же, какой он был где-то пару лет назад. Да, то есть будет интересно на него посмотреть. Я очень сильно надеюсь, что эта пушка вернулась в балансе. Кулдаун на смену вооружения увеличен с 10 минут до 11. В этом плане я уже говорил, что каждое обновление приведет к тому, что у нас будет кулдаун 15 минут. И у вас, по сути, возможность будет переодеться в бою только один раз. Так это все дело к этому и идет. Также устройство парализующее корчет для молота добавлено в легендарный дроп стандартных контейнеров ультракантов. Это то устройство с оглушением молота, которое почему-то было убрано. Ну и есть изменения в еженедельных миссиях. Теперь написано, что выдают такие же прессы в звездах, как и остальные миссии. Но я не понял, да. То есть это будет еженедельные теперь не по 100, сколько там, 100, 150, 200 вроде как было, да. В сумме 450. Походу будет давать как ежедневные, да. То есть дефолтные по 50 звезд. То есть вы уже эти звезды дополнительные с недельных контов заформить в большом количестве не сможете. Также снижено требование у ежедневного задания войти в тройку лидеров победившей команды с трех до двух раз. Это миссия, которая последняя, правая. Ну и здесь исправлены баги. Один баг исправлен, который реально я встретил пару-тройку раз в матчмейкинге в последнее время. Это баг, то что я захожу в бой и против меня играет на два игрока больше, чем у меня. Например, там катка 6 на 6 должна быть дефолтная. У нас 5, у противника 7, да. То есть были также катки 8 на 8 дефолтные, а у нас бой 7 на 9, да. Этот момент исправили. Я этому моменту рад. Ну и здесь написано, что отключен механизм в мобильной версии просмотра рекламы с бонусами, потому что нестабильно работает для всех пользователей. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу данного списка обновления. Пишите, что вы думаете по поводу холодного старта. Я, наверное, по этому поводу запишу отдельный видеоролик. Также отдельный видос будет по молоту и по новому устройству на фриз. Делитесь своим мнением по всему этому моментику. Ну и по празднику в целом. Возможно, у вас есть какие-то мысли и вы хотите по этому поводу высказаться. Поддерживайте видеоролик лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.